Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN и у меня ужасная новость. Новость по поводу того, что танки нельзя будет восстанавливать в нашей игре, ну и соответственно все, что продавалось вами в виде коллекционок назад в ангар, вы себе после обновления вернуть не сможете. На чем я основываюсь? Да, в принципе, на том, на чем основываются сотни тысяч зрителей, которые подписаны на словно известные каналы, на которых уже все больше и больше появляется видео, в которых авторы рассказывают о этой новости и объясняют, почему это происходит. Ну, сами посмотрите то, что посмотрел я, а дальше будем с вами обсуждать. Разработчики изменяют ценовую политику, и это многим может не понравиться. Если вкратце, то восстановить танки вы не сможете, а если сможете, то дороже. Речь идет о варгейминге. Но и игрокам лесты надо прислушаться, ведь для вас такое тоже могут готовить. Начнут разработчики с удаления инструмента восстановления танка на сайте. Это означает, что все танки, которые вы продали до того, как это восстановление ввели и восстановили раньше, потеряны навсегда. Теперь инструкции. Вам нужно выкупить все коллекционки побыстрее, и не верьте комментаторам, которые пишут, будто это прикол к первому апреля. Видео сделано 30-го, и это по датам комментариев видно, а новость пришла 29-го. Так что не ведитесь, у вас есть время, чтобы выкупить все, чем дорожите. Пока что вы все еще это можете сделать через сайт по стандартным ценам. Возможно, придется задонатить, но лучше тогда сейчас, чем дороже, а то и вовсе никогда. Как вы видите, я абсолютно не шучу и говорю абсолютно серьезно. И в принципе, у большинства из вас сложилось бы точно такое же мнение, как и у меня, что Wargaming реально готовит какую-то, ну абсолютно непонятную мне акцию по, скорее всего, массовому отказу игроков играть в World of Tanks Blitz. Но вот только есть один маленький вопрос. А вы уверены в том, что это действительно правда? Вы верите каналам только потому, что у них сотни, а то и по две сотни тысяч подписчиков, которых просто вводят в заблуждение и зомбируют их, предоставляя им фейковые новости, как правду, только лишь для того, чтобы вы подписывались на эти каналы? У меня сразу возникает вопрос. А хотите ли вы дальше есть ложкой вот то, что они в своих видео выкладывают? Вы сами кормите эти каналы. И сейчас я вам докажу, почему вам необходимо подписаться на те каналы, которые оперируют исключительно проверенными данными. Я тоже сначала шуганулся и тоже сначала подумал, блин, да у меня-то на других аккаунтах, кроме основы, действительно есть большое количество проданной техники. И что теперь делать? Нести бабки быстренько в банкомат для того, чтобы восстанавливать? Я увидел несколько таких видео на нескольких крупных каналах. Ну, по крайней мере, с такой же риторикой. И обратился к многокартуру No Name через Дискорд с соответствующим запросом. Благо, я имею возможность общаться с этим человеком. И написал ему следующее. Я написал ему вопросы, которые меня больше всего интересовали. А именно, игроки потеряют возможность выкупа обратной коллекционной техники, когда на сайте уберут инструмент их восстановления. И второй вопрос, который, наверное, еще более важный. После выпуска обновления, которое принесет новую экономику в игру, а именно выкуп по двойной цене, игроки смогут выкупить ранее проданные коллекционные танки уже по новым ценникам или за сумму, за которую они продавали эту машину до обновления. И вот что мне ответил Артур No Name, за что ему огромная благодарность за скорый ответ. Не буду говорить, что всегда будет возможность восстанавливать, простите, проданную технику. Пока что мы не планируем убирать возможность их восстановления ни на сайте, ни в самой игре. И на второй мой вопрос ответил следующее. Проданные до следующего обновления танки можно будет один раз восстановить по текущим ценам. А вот восстанавливать танки, которые будут проданы в следующем обновлении, можно будет уже по двойной цене. То есть, если вы продали Чифтейна за 7500 сейчас, то после обновления вы сможете его восстановить за ту же самую сумму в 7500 золота. Ребят, я не буду убеждать вас в том, что вам необходимо подписаться на мой канал. Скажу лишь об одном. Я общаюсь с разработчиками и когда я выкладываю какие-то новости, да, пускай иногда я это делаю немножко позже, чем другие каналы. И да, пускай я иногда не выхожу в эфиры с какими-то новостями о том, что нас ждет в будущем. Но я это не делаю по одной простой причине, потому что выкладываю свои видео только лишь тогда, когда получаю официальное подтверждение от разработчиков в отношении правдивости информации, которая якобы в основном просачивается куда-то в соцсети. Если вы хотите быть в курсе реальных новостей, если вы хотите реально знать, что происходит и будет происходить в нашей игре, подписывайтесь на мой канал. И мой вам совет. Если не хотите отписываться от тех каналов, то по крайней мере проверяйте ту информацию, которую они вам предоставляют. Я побежал снимать специально для вас следующее видео, а вам, друзья мои, искренне желаю мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok